Друзья, вы на канале Есть-Поесть и сегодня мой рецепт для тех, кто не боится кулинарных экспериментов и для тех, кто любит баклажаны. Такой пирог сразу же покорит вас своим вкусом и простотой приготовления. Количество продуктов для начинки берите на свое усмотрение, а список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием. Итак, готовлю самое простое дрожжевое тесто. Дрожжи раскрошила и добавляю столовую ложку сахара, а также несколько столовых ложек муки от общего количества. Вливаю теплое молоко, хорошенько все размешиваю, накрою и уберу в теплое место минут на 20. Когда опара готова, кладу соль, растопленное охлажденное сливочное масло и опять все размешиваю. Далее частями добавляю муку, размешиваю сначала лопаткой, насколько это возможно, а затем руками. При необходимости корректируйте количество муки. После этого миску полностью смажу растительным маслом, как бы обваляю тесто в масле, накрою и оставлю для подъема часа на полтора в теплом месте. А тем временем подготовлю начинку. Для этого хорошенько обжарю лук на сковороде с растительным маслом, добавлю резанные баклажаны и обжарю вместе. Доводить до готовности не обязательно. Посолю, добавлю крупно резанный чеснок и побольше зелени. Также можно добавить любые специи по вкусу, размешаю и дам остыть. Когда тесто будет готово, выкладываю его в смазанную маслом форму и распределю, заодно обминая. Размеры моей формы 28 на 20 сантиметров. Делаю пальцами как бы углубление и сверху раскладываю начинку. После этого накрою пленкой и оставлю для подъема еще минут на 30. Выкладываю на баклажаны резанные помидоры. Вместо них можно покрыть овощи кетчупом или густым томатным соусом. Немного посолю и посыплю молотым базиликом. Отправляю в разогретую духовку, выпекаю при температуре 180 градусов минут 40-45, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Минут за 10-15 до окончания выпечки посыпаю тертым сыром. Пирог великолепен и в теплом и в остывшем виде и также на следующий день, если останется. Нежное пористое тесто как фокаччо. Посмотрите, какая красота и много сочной ароматной начинки. Ну и конечно же сыр тут очень кстати. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк, чтобы не потерять и обязательно напишите комментарий. Смотрите также и другие мои рецепты. Подписывайтесь на канал Есть-Поесть, а я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!